В Барнауле продолжают обустраивать третье Малаховское кольцо, пишет полиция БРО. Его строительство начали еще в прошлом году, однако осенью 2018-го работы возобновили для увеличения пропускной способности развязки. Подрядчик уже обустроил верхний слой асфальтобетона на более чем 20 тысячах квадратных метров. На участке нанесли разметку, завезли грунт для газонов, обустраивают освещение, пешеходные зоны и островки безопасности. Работы планируют закончить в следующем году. Вскоре планируют обустроить озеро Телецкое, точнее его набережное, информирует московский комсомолец Барнаул. На эти цели потратят 465 миллионов рублей. Сейчас администрация Турачакского района Республики Алтай ищет подрядчика для строительства набережных в селах Иагач и Артыбаш. Объявлен соответствующий конкурс. Подрядчик должен обустроить пирсы и штрафстоянки для судов. Итоги конкурса подведут в конце ноября срок окончания работ 2024 год. Кстати, название лучшего туристического центра в России, сообщает бейский рабочий, претендует Алтай-турцентр. Национальный календарь событий запустил народное онлайн-голосование за лучший туристко-информационный центр. В нем принимает участие Алтай-турцентр, который может поддержать своим голосом каждый желающий. В десятку лучших в России уже попал алтайский кондитер. Об этом написали аргументы и факты. Финал всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» прошел в Тамбове. Кондитер из Барнаула Анастасия Агаркова, самая юная участница, выступила в финале и оказалась в десятке лучших. Отметим, конкурсантам предстояло выполнить практическую и теоретическую части. На первую отводилось 6 часов, после чего нужно было представить готовое кондитерское изделие. На втором этапе жюри проверяло знания мастеров по технологии приготовления изделий и правилам противопожарной безопасности. В Барнауле открыли гостиницу «Лофт» для шоппинг-туристов. Отель, который ориентируется на людей, приезжающих в краевую столицу на шоппинг, появился на проспекте «Космонавтов». В нем 10 номеров, 8 отдельных, среди которых есть семейные и 2 общих номера на 10 кроватей в каждом. Одновременно заведение может принять 38 человек. В номерах есть необходимая бытовая техника и мебель, кондиционер и бесплатный Wi-Fi. Обстановка выполнена в стиле «Лофт». Стоимость одного места варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки. Продолжение следует...